Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Братья и сестры, дорогие друзья, всех приветствую, благоставляю именем Господнем. Сегодня 28 февраля 2018 год. И последний день зимы получается по нашему календарю. И сегодня, так совпало, сегодня у нас приготовление к празднику Пурим. Сегодня у нас 13 число, если брать лунный календарь, библейское исчисление, то 13 число месяца, который мы называем обычно Адаром, месяц Адар. 13 Адара, 5778 года, от сотворения мира в библейском летоисчислении, до 5778 год. И месяц Адар, он месяц, ознаменованный спасением, которое описано в Библии. Библейское празднование, праздник Пурим. Мы готовимся к нему сегодня. Сегодня, кстати, пост, ну, в традиционном православии Великий пост идет сейчас. Ну как, к слову. Но пост сегодня еще иного рода. Сегодня традиционные евреи, иудеи, постятся, называют это постом эсфири. И для меня, как для библейского верующего, евангельского мыслящего человека, сегодня не лишний раз повод как раз вспомнить о том посту усмирения народа израильского там, в царстве Артаксеркса или Ахашвироша, покаяния, молитва царицы эсфири, она же Гадаса, покаяние и смирение Мордыхая, он же Мордыхей, вот, значит, и всех евреев в царстве Медоперсидском. Знаете ли, это покаяние, это смирение, мы вспоминаем, как действительно такой вопль к Богу. Ведь люди были обречены на заклание. Готовился не просто, ну, не просто даже преступление какое, не просто убийство даже некоторых евреев, а шла речь об убийстве вообще всех евреев, об искоренении всего народа еврейского. Вот так вот. И это, конечно, была страшная угроза, и она была объявлена царским указом. Евреям было, ну, понятное дело, они не имели права даже защищаться, даже не имели права на сопротивление. Это просто как овца обречена на заклание. Знаете, Холокост или как бы Шоа только в еще больших масштабах, потому что это касалось бы не только, как вот во время Второй мировой войны, европейских евреев. Это вообще касалось всего народа еврейского. Вот так. Страшное время. И все молились и постились. Молились и постились, вопили к Богу люди. Один из примеров в Библии такого общенационального, как вот сейчас говорят, смирения, поста, молитвы, общенациональной молитвы, покаяния и смирения, покаяния и вопля о защите. Мы знаем, читаем в Библии, ведь этому празднику Пурим посвящена целая книга Библии, книга из сфири. И для всех верующих, независимо от конфессии, динаминации, действительно, для всех, для кого Библия это не просто книга, а супер книга, для кого Библия это не просто книга, а Божье слово, Божья книга, вдохновленная Богом, записанная пророками. Знаете, для всех нас это Пурим действительно особый праздник, великий праздник. Великий праздник и величие его в том, что Бог всемогущий вмешивается в ход мировой истории ради своих детей, вопиющих к Нему, молящихся к Нему, смиряющихся пред Ним, постящихся пред Ним. Бог всемогущий вмешивается в ход мировой истории. И планы врага, планы сатаны просто-напросто были разрушены. Аман, тогдашнее воплощение этого зла, был повержен. И все его подельники, все его сотоварищи, все вот те антисемиты, что дышали злобою и готовились к этому Холокосту, они приготовлялись к этому массовому злодеянию, убийству целого народа, мужчин, женщин, детей, стариков, всех-всех, полностью под нож пустить. Но получилось не так, как сатана замышлял. Все планы врага, в этом, наверное, и величие книги Исфири, и праздника Пурим, что действительно план Бога осуществился. Иисус Христос, Ишуа Машиах, ставший светом в просвечении всех народов и славой народа своего Израиля, он говорил, что в 10 главе Иоанна Евангелия записано, что вор приходит лишь для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Дамы и господа, сатан приходит лишь для того, дьявол приходит лишь за тем, чтобы украсть, убить и погубить. Это правда. А Бог каждый раз приходит в нашу жизнь, в историю, входит, как дающий жизнь и жизнь с избытком. С одной стороны, царство тьмы – это украсть, убить и погубить. Царство света, царство Божье, пришедшее в силе, жизнь и жизнь с избытком. Дамы и господа, братья и сестры, в этом таком трепете сегодня, в приготовлении к празднику Пурим, я всем желаю вам, дамы и господа, братья и сестры, божественного Пурима в сфере или семейных взаимоотношений, общественно-политических. Пусть народы наши переживут божественный Пурим в сфере или здоровья, в сфере или финансов. Вор приходит всегда, будь это в семью, будь это в отдельную взятую, или в семье, или в общество какое, в страны, какие народы, какие. В сферу финансов, в сферу здоровья, как вор, ворующий, украсть, убить и погубить. Но Господь Бог всемогущий да придет в эти сферы, в наши сферы жизни, каждому из нас, как дающий жизни, жизнь с избытком. Слава Господу! Мы сегодня вспоминаем об этом чуде, и сегодня чтение книги «Исфирь» у нас тоже в 6 часов вечера в прямом эфире. Я стараюсь, вот в 6 утра сегодня был в эфире, на молитве утренней подключался. В 6 вечера чтение книги «Исфирь» также буду читать. Вот, и начало праздника Пурим. Здесь, в Киеве, конечно, праздник Пурим празднуется очень шикарно. В разных общинах, церквях, синагогах проходят Пуримшпили, карнавалы, праздники. Вообще, конечно, это замечательно, что верующие люди разных национальностей, культур, помнят об этом великом чуде, которое Бог нам совершил, которое Бог совершает, скажу так, сейчас. Потому что Бог наш есть Бог Пурима. И когда мы вопьем к Нему, взываем к Нему, действительно Господь приходит своим чудесным, просто чудесной милостью, благодатью, сверхъестественной благодатью. И превращает все, действительно, превращает все вместо пепла, украшения, вместо величайшей трагедии, величайшая победа. Мы вспоминаем о великой победе тогда еврейского народа, которую он одержал с Господом Богом Всемогущим. Это удивительная история любви Бога и его народа, народа к Богу и Бога к народу. Отдельной души Господу Богу и Бога Всемогущего, каждой душе. Слава Богу! Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья, братья и сестры. Благоставляю вас благословением священников в этот приближающийся Пурим. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Дамы и господа, братья и сестры, еще раз паки и паки, что называется, снова и снова поздравляю всех с наступающим праздником Пурим. И желаю вот этого божественного Пурима в наших судьбах даст совершиться божеское чудо, святой Пурим. Какой бы жребий не метал нас враг, победа за Господом. И как там в еврейской, киевской, мессианской общине пели. На медведя выйду я, на медведя выйду я, даже без испуга. Если с Богом буду я, если с Богом буду я, а медведь без Бога. Удивительная история. Слава Богу, вот за два с половиной тысячелетия, знаете ли, эта история библейская и праздник библейский не потерял своей актуальности, своей силы, своей мощи. И по сей час зажигает сердца миллионов и миллионов верующих. Евреев, неевреев, всех любящих Господа Бога и всех чтущих Библию как Божье святое слово. Замечательно. Так что радости всем. Пуримные радости, огромные Божьи радости. Шалом, мир всем из города Киева. Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Хакпурим, хакпурим.